Почти 80% территории Приморья занимают многочисленные хребты и отдельно стоящие сопки. Самая высокая вершина – гора Анек, расположенная у границы с Хабаровским краем, её высота – 1933 метра, а до ближайших сопок – высотой 1200-1400 метров, от Владивостока всего около 100 километров. Итак, самыми популярными местами паломничества Приморского края являются гора Ливадийская и Липидан, Фалаза, Туманная, Облачная, Ольховая, Голец, Снежная, Сестра, Лысая, Четинза, Большой Воробей. Это список вершин Приморского Барса. Почётный знак Приморский Барс утверждён в 1998 году и для его получения нужно сфотографироваться на 10 вершинах края у контрольной точки. Не на каждую вершину можно добраться без должной подготовки. Фалаза-Пидан, многие на Четинза ходят, но это самые посещаемые вершины. Советую посетить гору Ольховая. Она 1670 метров находится в Партизанском районе. Очень красивая гора, советую сразу всем. Ну, наверное, одна из любимых, не то что моих вершин, но очень многих моих ребят нравится. Мы туда по несколько раз ходим. Ну, можно попробовать свои силы, сходить на Облачную, конечно. Ну, для начала надо хотя бы сделать две-три вершины восхождения, какие-то более-менее такие интересные вершины, ну, как невысокие 1230, там 1320. О том, как добраться до нужной вам горы, можно узнать в интернете. А вот путь до вершины нужно прокладывать самостоятельно. И если на Пидане тропа больше похожа на дорогу, то на Облачной или Снежной легко можно заблудиться. Однако самостоятельно проложить маршрут всё же возможно с помощью специальных приложений. Мэпсми, геотрекер и другие приложения помогут найти вершину даже в режиме онлайн. Предварительно нужно продумать, как вы будете добираться до подножья. Соброску нужно, конечно, организовывать достаточно надежно. Есть период времени и некоторые условия, которые позволяют, ну, с большой степенью вероятности, вот, как вы говорите, подсесть, допустим, поездка на тот же Пидан, вот в настоящее время, она позволяет это сделать почти что наобум. То есть, приехав в Анисимовку там к утру, почти там с 80% вероятностью будет стоять ЗИЛ, который набирает туда людей. Ему там как раз не хватает вас двоих там или там троих. Но осенью, например, это будет, может оказаться нереальным. Вы подъедете, а ЗИЛы будут, все ЗИЛы, причем будут заняты туристическими компаниями, которые по 30 человек этих желающих рассаживают и места вам не найдется. Ну и всегда остается вариант пройти ногами то, что вы не проехали. То есть, 10-12 километров до точки старта, допустим, интересующей. Их всегда можно спланировать и всегда можно пройти. В дорогу нужно брать с собой лишь самое необходимое. Каждая лишняя вещь – это вес, и он будет мешать. В походном рюкзаке должно быть полтора литра воды на человека, перекус, запасная футболка, носки, репеллент от клещей, зажигалка, растопка, карта и фонарик. Планируя длительный поход, нужно позаботиться о спальном месте и питании на несколько дней. Форма одежды удобная. Легкие штаны, легкая футболка, легкое снаряжение. То есть, рюкзак, небольшой рюкзак, может подойти городской, но лучше, конечно, если он будет специализированный, хотя бы с небольшим каким-то грузовым поясом. Немножечко кармашков там больше должно быть, чем в городском рюкзаке. Какие-то удобная лямка, проветриваемая спина – это все хорошо. Но если этого ничего нет, можно обойтись тем, что есть. Перед тем, как отправиться в поход, нужно зарегистрироваться в МЧС, обратившись в Главное управление МЧС России по субъекту. Все адреса и телефоны есть на сайте МЧС России. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, спасатели прибудут оперативно. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.